Выносливые, терпеливые, хладнокровные – это о наших снайперах. Специалисты, что называется, штучные, задачи у них такие же. В основном ликвидация живой силы противника, в том числе командиров высокого ранга. Вне зависимости от того, передовая это или ближайший тыл. Снайперы умеют быть незаметными, а цель стараются поразить первым же выстрелом. Как правило, у них получается. Редкие кадры боевой работы в репортаже Анны Прокофьевой из Подавдеевки. До захода солнца считанные минуты, засветло добираемся до точки. Этой ночью снайперская пара будет работать сразу с нескольких заранее подготовленных позиций в районах Авдеевки. По тебе били вот отсюда? Да. Нет, не с белого. А били, вот смотри, белый, смотри дальше. Белый карьер, да? И берешь от него чуть-чуть левее. Это отрабатывают наши. Старшие позиции сейчас доложил по обстановке окружающей. Указал, где ориентировочно находится противник. Места, опять же, передвижения его. Маршруты передвижения. Будем сейчас настраивать аппаратуру. Подключим сейчас через беспроводную связь прицел к планшету. И уже с него будем вести наблюдение. И в режиме реального времени вы вот так вот наблюдаете? Да. Вот у нас идет само время. Вот идет время записи. То есть я включил непрерывную запись. А нас здесь вот в эту больницу может другой снайпер? Конечно. Конечно. Вот именно поэтому мы ведем наблюдение. Ну, вообще, дистанционно. Вообще любая работа снайперская, она связана с риском. Сюда мало того, что может снайпер залепить. Сюда может залепить и танчик. Глаза вижу, Хаса! Есть! Есть! Ага! Это какая цель была? Глаза наблюдателя. Он сидел в пункте наблюдения? Ну, он вылез, видимо, в проломе в потолке где-то. Либо на открытую местность вышел. А, вот этот вот, да? Да, вот он выглядывает. То есть, видимо, чтобы что-то разглядеть, он перемещается. То есть первый выстрел был проверочный, так как я не знаю расстояние до цели. Все. Второй был на поражении. Буквально через несколько минут второй снайпер также поражает цель. По котельной работает? По котельной? Да, да, я видел вспышку. В ходе наблюдения был обнаружен противник в количестве двух человек, который пытался удлинить свои окопы, ну и был поражен. Наша дополнительная задача – это мешать противнику возводить фортификационные сооружения и отрабатывать по нашим ребятам. Среди ночи перемещаемся на другую позицию, откуда будет удобнее наблюдать противника во время его ротации. Там за бруствером вижу какое-то слабое свечение. Ориентир. Это вот, вот, лево-лево, помнишь, позавчера. После пораженного соперника в прошлый раз, они сейчас просто так ротироваться не могут переходить, они боятся. И чтобы поймать, есть снайперы или нет, они выставляют какой-то теплый предмет. Это может быть, например, кружка с кипятком, то есть самое простое, либо там в пластиковую бутылку наливают горячую воду и кидают на позицию, получается, на бруствер, для того, чтобы выманить на себя, допустим, снайпера с тепловизором. Утром на позициях отработавшую снайперскую двойку сменяют боевые товарищи. Мы сейчас контролируем наших бойцов, мы их прикрываем, получается. Если какая-то цель проявит себя, мы будем по нему работать. Обнаружили гранатометчика, произвели беглый огонь, так, чтобы он больше не высовывался. Какое главное качество, которым должен обладать снайпер? Он должен быть выносливый, терпеливый и хладнокровный. Нужно учитывать очень много факторов. Это, то есть, начиная от угла места цели, заканчивая давлением даже. Все происходит методом вычисления, обязательно нужно знать и геометрию, нужно и физику изучать. Двоечников снайпера не возьмут. Я бы не взял. Пока мы находились в наблюдательном пункте, противник открыл огонь по одной из позиций. Дистанция сколько слепите тут? 650 г. Где туда. По нам сейчас стреляли, мы в ответ, да? По соседней позиции, а мы ее контролируем отсюда. То есть снайперы, он и с винтовкой, и с пулеметом, всем работают? Со всем оружием, которое есть у нас. Стрелковое, вплоть до танка. Задача найти цель, а уничтожить ее на выбор. Сегодня бойцы засекли движение в одном из вражеских укрепрайонов. И было принято решение отработать цель из ПТУРа. Бойцы готовят установку к работе. И буквально после пуска, через 8 секунд, управляемая ракета поразит цель на расстоянии около 1 километра. Луша, луша. Готовность огонь! Действовать нужно максимально быстро, в избежание ответного огня противника. Бегай, бегай! Вниз! После работы уходим в блиндаж. Ушли, ушли, ушли! Пулеметные расчеты прикрывают. Пулеметные расчеты прикрывают. Пулеметные расчеты прикрывают наш отход после работы ПТУРа. Ну что, цель поразили? Да, поразили. Бои под Авдеевкой сегодня носят наступательный и позиционный характер. В этих условиях многозадачная работа снайпера считается одной из самых эффективных.